ОДЕССА ДЕЛАЕТ БАЗАР Полностью заработала вторая площадка, которую я вам рассказывал в предыдущих передачах. Мало того, заработали магазины, в которые мы зайдем, узнаем, чем торгуют, по чем торгуют. Ну и вообще узнаем цены на рынке Початок. За мной! На рынке Початок все радует. Во-первых, в этом помещении летом работают кондиционеры, здесь прохладно. Сейчас на улице холодно, а здесь тепло, потому что работает отопление. Но прежде всего, нас всегда радовали цены на рынке Початок. Давайте начнем со свинины, проверим, проверим. Здравствуйте, почем сегодня свинина? Ну давайте начнем с чего начнем. Я смотрю, вот красивый челогач. Почем сегодня челогач? 75 гривен килограмм. Домашнее мясо. Я всегда, знаете, когда вижу в каких-то больших супермаркетах, лежит челогач, но его не обхватить двумя руками. Но таких свиней у нас, по-моему, не бывает. А это видно, такая домашняя свинка. А рядом красавица шея, красавица шея, в которой я вижу уже вот такой кусок. Это тоже такой биточек, биточное мясо, которое можно вырезать и сделать вкусный биточек. Почем сегодня шея? 85,80. Все. Я, наверное, остаюсь здесь жить. Шея 85,80. Я такой цены на шею не помню с начала лета. То ли меньше шашлыка начали есть, то ли просто здесь хорошая цена. Здесь у нас задняя часть, что это у нас? Задняя часть окорок. Задняя часть окорок. Почем? 75 гривен. 75 гривен, задняя часть и окорок. А это я вижу лопатка. Почем лопатка? Лопатка 70 гривен и красивый почеревок 65. Голяшка? 30-35. Голяшка 30-35. Ну что ж, дорогие друзья, вы знаете, не обманул нас рынок початок. Мне по-прежнему нравятся цены на мясо. Ну, пойдем поищем говядину и баранину. Свинина мы уже знаем, а теперь говядина. Почем сегодня говядина? Начнем так. Ребрышки почем? Ребрышки 40 гривен такие. Ребра 40 гривен килограмм. Грудинка? Грудиночка 45. Грудинка 45 гривен килограмм. Обрезная голяшка? 60 гривен. 60 гривен. Красивая обрезная голяшечка. Так, что это у нас такое? Шейка. Почем шея? 70. Шея 70 гривен килограмм. Это что? Челогач. Ого! Челогач 70 гривен килограмм. Он же антрепот. Так, это что у нас? Задняя часть? 85 гривен. 85. А это я вижу качалочка, да? Филеечка. Филеечка. Ой, филей. Почем филеечка? 80. Филеечка 180. А последний базар, мы спрашивали, по-моему, было 200 с чем-то, да? 180 филейка для тех, кто любит и понимает. И что у нас еще? Что мы не спросили? Лопаточка. Да, по чем лопатка? 80. Лопатка 80. И кострицы 85. Кострицы 85. А нарезные такие кусочки обрезные? 60-55. 60-55. Обычно всегда свинина дороже, чем говядина. Здесь она выровнялась. Говядина и свинина в одной цене. Так, что еще есть? Ага. Ну, это мы потом расскажем. У нас отдельно здесь есть лоточек запчастей животных. Идемте дальше. Баранина свежайшая. По цвету просто, ну, знаете, так смотришь на нее, и хочется что-то с нее приготовить. Я не знаю, когда выйдет передача, когда я готовил, взял каре, порезал на такие челогачки. 10 минут готовится на сковородке. Вкуснейшее блюдо получилось. Дайте туда немножко какого-то соуса, придумайте. Или посмотрите, какой соус сделали мы. И очень-очень вкусно. Почем сегодня баранина на рынке початок. Итак, ребра 80 гривен. Челогачик 150. Челогачик 150. Шейка 80. Шейка 80. Ну вот, все равно, хотя каре, каре 150, это не самая дешевая цена, но задняя нога и передняя, это нормальная цена на баранину. 110 задняя нога, это совершенно прекрасно. Вот так взял, в духовку, запек, достал, позвал друзей. Праздник удался. Здесь есть вот этот прекрасный магазинчик, я о нем уже рассказывал, где домашние куры. Обратите внимание, прежде всего, вот мы сейчас подойдем к соседнему лотку, там лежат куры, я не знаю, не будем называть каких производителей, но вот эти, знаете, бледные. А рядом лежит домашняя, но это сильная разница, просто сильная. Значит, домашняя курица стоит сегодня 65 гривен килограмм. Такой курочки где-то до 2 килограмм. Полтора кило двести. Ну, я вам хочу сказать, да, оно как бы не дешево, но вы получаете совершенно другой вкус и совершенно другого качества продукт. Итак, куры 65. Появились домашние утки. Домашние утки, по-моему, если я не ошибаюсь, это что-то похоже на индоутку. Где-то хозяина нет, а только осталась цена. Красивая такая уточка, в которой и большая грудина, и красивые такие ножки, знаете, не сильно жирная, но достаточно жирная для утки. 75 гривен килограмм. Такой утки где-то 2 до 3 килограмм. Больше 2, меньше 3. Такая утка украсит любой стол не только в праздник, но и даже, знаете, в воскресный хороший день. Здесь рядом есть, в перемешку есть и куриная печеночка, и гусиная печеночка, и гусиные пупочки, и куриные пупочки. И, знаете, если взять гусиную печеночку, помешать немножко с куриной печеночкой, это все-таки фермерская домашняя курица, практически домашняя. Можно сделать очень вкусный паштет. А если вам и этого не хватит, обратите внимание, а здесь все для нас. Капуста трех видов, перчик, перчик фаршированный, огурец, помидорка, ну, я не знаю. И почем, скажите, вот такой вот весь... А, все, не надо, у меня здесь есть цены. 30 гривен огурец, 25, помидора. Здесь за 100 грамм уже пошли. Здесь 30 гривен капуста и перчики 10 гривен 100 грамм. Ну что ж, дорогие друзья, знаете, я стою, а вырабатывается желудочный сок. Хочется уже сесть и съесть это. Пошли дальше. Дорогие друзья, я не мог пройти мимо этот аромат копчености. Посмотрите, обратите внимание. Я думал, это Одесская область привезла. Мне сказали, нет, приехала к вам гость и в Виннице. Ну, сейчас оператор Сергей снимет это крупнее. Обратите внимание, вот этот цвет настоящего копчения. Это не заливает какими-то красителями, это все идет по технологии. Соответственно, и вкус соответствующий. Вкусно и красиво. Ну, давайте спросим. Вот есть здесь такой копченый почеревочек. Почем у вас? 120. Это у нас беточек, как это у вас называется? Что это такое? Беточек. И у вас тоже беточек? Да. Винница так далеко, а понимают нас. Почем беточек? Почем беточек? Беточек 150. Такое, да. А вот это вот не беточек, это просто кусочки копченого мяса. Почем? 140. 140. Ну, давайте спросим, почем же колбаса? Тошки сауны. 120. Честно мясное 150. 150 и 120. А рядом, рядом такого же цвета, такие же красивые, только копченые куры. И здесь все происходит из куриного мяса. Тоже винница? Да. В глаза смотрите. Да. Тоже винница, винница. А, я вижу. Обычно винница сахаром торгует, самогоном, а вы как-то привезли. Ну, неважно. Так, почем сегодня куры? Куры 80. Мы сами выращиваем, пока 80. Ну, это заметно, что это не какая-нибудь магазинная такая зеленая курица, а такая мощная. Это, наверное, бройлерный цыпленок, да, наверное, был. Я так себе думаю. Сколько вы сказали такой? 80. 80 килограмм. Вот эта половинка, это сколько будет? Ну, ты разважь. А ну, взважьте, так просто интересно. 94 гривны. 94 гривны. Друзья, 94 гривны праздника. Вот здесь грудинку можно порезать на такие себе беточки. Из хребта тоже можно сделать гороховый супчик. Все, что, знаете, все, что... Немножко мяса, не жалейте, в суп, большие куски на стол. Запеченный рулет. Запеченный рулет. Обратите внимание, кусочки мяса. Это грудинка здесь участвовала, где-то нога попала. И сколько такой? 120. 120 гривен килограмм. И... Курица-колбаска. Курица-колбаска. Почем? 120 тоже. 120 гривен килограмм. Дорогие друзья, куриная колбаса 120, свиная 150, курица, как говорят, полезней. Да. Да? Чуть-чуть полезней. Копченая всегда чуть-чуть полезней. Курица чуть полезнее, а она и чуть дешевле. Ну что ж, девчонки, вам хорошего дня. Делаю. Спасибо, что не забываете наш город. А мы обязательно приедем в Винницу. Поехали, снимем программу в Виннице. Винница делает базар. И вот наш любимый магазин. Фермерская продукция. И хотя говорят, что немножко цены поднялись за счет того, что меньше молока. В природе идет окот, животные рожают. Поэтому, ну, я посмотрел, вы знаете, цены не сильно поднялись на самом деле. Потому что сулгуни 90, он был 90, он остался 90. Сулгуни пикантный 93. Гибджалия. Гибджалия. Гибджалия 120 гривен килограмм. Брынза 80. По-моему, поднялась на 2 гривны. У меня такое ощущение. На 2, на 3 немного. Брынза 82. Брынза коровья 80. Ну, я, знаете, приличная цена. Мацони. Мацони 25. Это сколько там? 400 грамм, да? 500. Мацони 25 гривен 500 грамм. Сметана 55 гривен. Это сколько она получает? Килограмм. А-а-а! 55 гривен килограмм. Хорошая цена. Сыр фета даже есть. Ну, это местного производства сыр фета, да? Болгарская. Это этнические болгары наши, да? А-а-а! Это наши болгары. Этнические делают настоящую свою фету. Фета 90. Сыр адыгейский 80 гривен. Есть косичка. Сулгуни косичка 105. Сулгуни соломка 100. Сулгуни вот такие, знаете, палочки 100. Настоящий лимонад с привкусом турхуна, груши и винограда. Действительно очень вкусно. Если кто не пробовал, обязательно попробуйте. Ну, и, как говорится, в таком магазине всегда есть сопутствующие товары. Для того, чтобы вы долго не думали. А это лаваш аджика. Взяли сыр, взяли лаваш, взяли аджику. Сзади меня стоит такой холодильник. Когда будете здесь, обратите внимание. Там можно что-то найти интересное. Напитки для взрослых. Ну, что ж, дорогие друзья, вот такие цены были на сыры, брынзы и сулгуни на рынке початок. Идем дальше. Мы в рыбном корпусе рынка початок. Магазин, где всегда есть рыба из Вилкова. Вы знаете, здесь есть все. Есть короб, есть судак, есть карась. Но я хотел бы обратить ваше внимание. Появилась вот по сезону, появилась такая очень вкусная рыба. Она есть сейчас в Дунае. Есть и в продаже здесь. Называется она рыбец. Если кто-то не знаком с этой рыбой, обратите внимание. Жирная, вкусная, ну, знаете, очень вкусная рыба. Здесь есть рыбец чуть поменьше. Почем такой рыбец? 25 гривен килограмм. И рыбец такой где-то по 300-400 грамм. Такой, знаете, красавец. По 30 гривен килограмм. Я когда-то очень давно попробовал его копченого. Мы сели с друзьями пить пиво. Мы попробовали рыбца. Мы пошли купили помидоры. И пиво уже никто не пил, потому что действительно вкуснейшая рыба. Опять же, вот такая вот красавица кефалька по сезону. 55 гривен килограмм. Она и жареная, и копченая, и соленая. Ну, очень вкусная рыбец тоже, кстати. Если не умеете готовить, можете просто засолить его. Действительно вкусно. А, уже у вас? А, тут же можно купить соленую по 85 гривен килограмм. Почем карасик такой красивый? Класс. Карасик такой, знаете, чуть больше ладошки. Четыре карася сковородка, залили сметанкой, знаете, порезали его, перерезали все косточки, потушили себе в сметанке, сели. Ой, это праздник. Судак. Судак, это 65, это 35. 65, чуть поменьше, судак 35. И короб, он же шаран. 40 и 35. 35 и 40. Ну, что ж, дорогие друзья, заходите на рынок Початок. Здесь всегда есть рыба. Толстолобик 30. Толстолобик, сказали, 30. И рыба всегда свежая. В рыбном корпусе рынка Початок я уже насчитал, наверное, 5 больших бассейнов, в которых плавает живая рыба. Вот такой вот красавец зеркальный карп. Почем зеркальный карп? 55 гривен килограмм. 55 гривен килограмм. Рядом толстолоб, живой толстолоб. Почем? 35 гривен. 35 гривен килограмм. Судак мы уже узнавали. Вилка, давайте узнаем здесь. Почем судак? 80 гривен за килограмм. 80 гривен за килограмм. И поменьше судачок? 50 гривен. 50 гривен килограмм. Дорогие друзья, но опять же, мы ищем что-то такое сезонное и очень вкусное. Там был рыбец. Рыбец это по сезону. Жирная вкусная рыба. А вот это наша черноморская глоська. И заметьте, опять же, осень это сезон. Она была когда-то по 300 гривен. Сейчас ее можно взять по 120 гривен килограмм. Обратите внимание, вот такая вкуснейшая рыба. Ну, лучше я рассказываю. Кто из одесситов не знает камбала глосса. В простонародье глоська. И новинка, новинка для всех таких сумасшедших, как я, рыбаков. На рынке початок, в рыбном корпусе, можно купить живца. Вот такой вот живец. Это уже не живец, это для кошечек такой наборчик небольшой. Вот такой вот живой карасик стоит от 50 до 1 рубля штучка. А сейчас самый сезон щука, окунь, судак. Поэтому, внимание, живец на початке. Вот такой красавец-живец. Итак, дорогие друзья, мы в этой новой площадке рынка початок. Где можно заехать машиной, подъехать, спросить цену, загрузить. Всем хватает места. А главное, что радует всегда, это цена. Ну, давайте узнаем. Это оптово-розничный рынок. Поэтому здесь можно и оптом покупать, и в розницу. Вот какая-то картошка белорусский скарб. Никогда не видел. Скажите, что это за картошка? Белорусский скарб – это лучшая картошка на Украине на сегодняшний день. Мы раньше ее возили только на Крым. Сейчас Крыма нет. Привезли ее в Одессу. Второй год в Одессе она. То есть она рассыпчатая, для жарки. Она варится, форму держит, не распадается. Но картошка не распадается, она во рту тает. Такая мягкая-мягкая. И она подходит на все. На жарку, на варку, на запекание, на мундиры. Картошка идеальная. И уже кто у меня брал ее, люди так мешочек берут, а потом опять приезжают. Уже по 300, по 400 килограмм ее берут. Это лучшая картошка в Одессе. И она будет через год, за ней очередь будет стоять. Я не знаю, что будет через год. Скажите сейчас, какая цена на нее? Оптовая цена 4, а мешочками 4,50. Оптовая цена 4,00 – 4,50. Рядом лук. Почем лук у вас? 3,50. Лук 3,50. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот появилась новая картошка. Мы еще не знаем, какая она по вкусу. Но попробуем сегодня, возьмем что-нибудь, приготовим обязательно. Идемте дальше. Морковка здесь по 4 гривны килограмм. Сеточки небольшие. Рядом картошка. Картошка по 4, но я нашел картошку чуть поменьше. Она есть по 3,50. По 3,50 тоже есть такая цена на рынке початок. Пошли дальше. Вот такая небольшая картошечка 3 гривны килограмм. Мы нашли 3,50, нашли и 3 гривны килограмм. Початок, приезжайте. Вот мы перешли на другую сторону. Буряк и морковка большими сетками по 4 гривны килограмм. А маленькими сетками, ну маленькая это вот такая вот сеточка, по 5 гривен килограмм. Ну тоже приличная цена. Сеточку взял, положил. Но я нашел здесь лук по 2,50. Там была картошка у нас по 3, здесь лук по 2,50. А так в принципе лук по 4, да? 4,50. 3,50. А, вот такой лук крупный 3,50 на сетку. Сколько в сетке килограмм? Килограмм 18 в среднем. Где-то так. Ну если вы на машине, это очень удобно. Приехал, взял, погрузил и уехал. Наступает холода. Это значит конец сезона. Конец сезона болгарского перца нашего, который еще стоит недорого. Это сейчас будет завезенный, испанский, всевозможные разных стран. Но этот наш еще можно взять по 12 гривен килограмм. Многие его закатывают в банки. Кто-то делает аджики. В нашей одной из наших передач я рассказывал, как сделать с красного перца, сладкого и острого, сделать вкусную аджику, которая хранится просто в холодильнике. Сегодня такой перец 12 гривен килограмм. Успейте, приедьте и возьмите. Также можно взять, опять же, острого перца. А почему острый перец? Вот три штучки на 2 рубля. Три штучки на 2 рубля. А в принципе везде рубль штучка. Все-таки где-то мы сэкономили. Хоть 50 копеек, но сэкономили. Зелень. А почему сегодня зелень? Зелень 70 гривен килограмм. Домашняя, как мне говорят, домашняя, хорошая зелень наша. Большой выбор яблок. Есть голды. Я даже не знаю всех этих названий. Но неважно. Большой выбор яблок. Яблоки на оптовом рынке початок стоят. Это цена не опта, это цена розницы. 10 гривен килограмм. И вот такое чуть яблочко помельче. Но оно такое сладкое, такое вкусное. Стоит 7 гривен килограмм. Знаете, в одном из супермаркетов почему-то такие яблоки называют школьные. Наверное, потому что взял два яблока ребенку в портфель. И ребенку приятно. И портфель не тяжелый. Ну что ж, дорогие друзья, вот такие цены были сегодня на рынке початок. Они всегда радуют. Приезжайте. Початок ждет вас. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok